На оффроуд соревнованиях битва под Павловском безоговорочные короли газы и уазы. Пока некоторые иномарки зарывались, советская техника проходила там, где волки обитать боятся. О чем речь? Ведь именно отечественные машины больше недели делали эту трассу, наматывая здесь круги, чтобы вытоптать снег для колеи. Конечно, без доработок не обошлось. В классе экстрим они самые разнообразные. Поднятая подвеска, грязевые шины, система подкачки колес и блокировка дифференциалов, которая позволяет колесам вращаться в одном темпе. Кстати, большинство участников использовали стандартный мотор и родные запчасти. Ну и куда без лебедки? Трасса получилась настолько сложной, что без троса забраться на подъем почти никто не смог. Вот что значит командная работа. Штурман здесь не маршрут диктует, как в ралли, а преимущественно помогает очищать путь и закреплять лебедку. На втором этапе фиксирует контрольные точки. А второй будет спецучасток, это по координатам GPS. В лес поедем навигация. То есть там будем брать точки, фотографировать их и узнавать взятые точки вечером в организаторах. То есть подсчитывается затраченное время также, подсчитываются набранные баллы. Пока уазики кряхтя поднимались на всевозможные возвышенности, водители не вспокойно катались, в сравнении с ямками. Конечно, эта трасса по-своему сложна, например, из-за талой воды. Однако ее делали исключительно для стандартных и слегка модифицированных машин. Поэтому здесь молодняка было больше. Ну а движение как бы раскрутилось и я вижу джиперов молодых много. Прям реально молодых ребят. Интерес есть у людей. Покупают джипы, издеваются над ними, строят их, бьют их. Сейчас благодаря новой крови идет подъем оффроуд-движения, рассказывают участники. Главное объяснение такого нашествия молодых – относительная доступность машин и доработок к ним. Проблемы у джиперов сейчас возникают разве что с резиной. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.